Здравствуйте! С вами Елена Мирошникова в эфире Держинского 102. Программа о работе Ставропольской полиции, происшествиях и раскрытых преступлениях. Сегодня в выпуске. Очень обидчивый. В Ставрополе взяли под стражу подозреваемого в нападении на двух человек. Тащи все, что плохо лежит. Воришка украл сам не понял, что, а ответит вполне конкретно. В рот и не краснеют. Как мошенники обманывали доверчивых граждан. И космос на связи. Полицейские задержали необычного нарушителя. Это документы ваши, пожалуйста. Это не документы, это телефон. А начнем с новости, важной для каждого из нас. 22 июня 1941 года началась самая трагическая для нашей страны эпоха, затронувшая без преувеличения каждую семью. 81 год назад началась Великая Отечественная война. В память об этой трагической дате Ставрополье присоединилось к ежегодной патриотической акции «Свеча памяти». В память о тех, кто выполнял свой долг, защищая Родину, полицейские, общественники и просто неравнодушные горожане пришли к мемориалу «Вечная слава» в краевой столице. Чтобы отдать дань уважения павшим на фронтах войны, к подножию монумента возложили цветы и зажгли свечи. Память солдат почтили минутой молчания. Участники акции повязали георгиевские ленты на дерево памяти, установленное около мемориала. Акция «Свеча памяти» проходит накануне Дня памяти и скорби с 2009 года. За это время она успела стать международной. И 22 июня свечи, как дань уважения всем, кто ценой своих жизней подарил нам мирное небо над головой, уже который год зажигаются по всему миру. И перейдем к криминальным новостям. Жизненная кредо многих воришек звучит очень просто. Тащи все, что плохо лежит, а там разберемся. Именно такая история и произошла в Пятигорске. В дежурную часть заявлением о краже обратился сотрудник одного из магазинов. Полицейские изучили записи с камер наблюдения и сильно удивились увиденному. На кадрах записи видно, что воришка зачем-то похитил со стеллажа терминал сбора данных. Полицейские быстро нашли злоумышленника. Им оказался 52-летний местный житель. На допросе он пояснил, что увидел на полке предмет, похожий на мобильник, и решил забрать себе. Только дома он разобрался, что находка вовсе не телефон. Но похищенное он все равно решил продать, но не успел. За кражу мужчина ответит по закону. Соседские войны до добра не доводят. Так, например, в Невиномыске 21-летний парень, получив замечание от своего 74-летнего соседа, сильно обиделся. Вооружившись чем-то очень похожим на пневматический пистолет, он отправился выяснять отношения. Ссора вышла на славу. А сосед, восприняв угрозу всерьез, позвонил в дежурную часть. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. О других происшествиях расскажет наша оперативная сводка. В Кисловодске возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений. В дежурную часть отдела МВД России по городу Кисловодску поступило сообщение от представителя администрации города-курорта, заявившего о незаконной рубке деревьев на муниципальной территории. По его словам, неизвестный спилил около 20 деревьев различных пород общей стоимостью более 700 тысяч рублей. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского отдела полиции установили, что к совершению противоправного деяния причастна 59-летняя местная жительница. В отделе полиции гражданка пояснила, что произвела спил деревьев на арендованном ее участке, так как они мешали строительным работам. Возбуждено уголовное дело. А в Пятигорске возбуждено уголовное дело по факту растраты. В полицию города-курорта обратился директор одной из фирм, работающих в сфере грузоперевозок. Мужчина пояснил, что при проверке баланса служебной топливной карты специалистами организации выявлены завышенные расходы на дизельное топливо. Оперативники Пятигорского отдела полиции установили подозреваемого в недостаче горюче-смазочных материалов. Им оказался 37-летний сотрудник фирмы, являвшийся материально ответственным лицом. В отделе полиции гражданин садином сознался, пояснив, что продавал дизтопливо знакомым водителям. Как выяснилось, мужчина на протяжении месяца использовал топливную карту в личных целях, реализовав в общей сложности более 5 тонн горючего на сумму около 300 тысяч рублей. Ведется следствие. В Ставрополе избрана мера пресечения мужчине, причинившему телесные повреждения двум гражданам. В октябрьском суде города Ставрополя избрали меру пресечения 40-летнему жителю краевой столицы, который накануне нанес телесные повреждения двум гражданам. Мужчина заключен под стражу сроком на два месяца. Ранее сообщалось, что между гражданами произошел конфликт, после которого один из них взял из дома нож и направился искать обидчиков. Заметив одного из них на улице, он нанес по телу множественные телесные повреждения, после чего увидел и второго мужчину, которому нанес несколько ударов ножом в область грудной клетки и живота. Оперативники совместно с сотрудниками подружной постовой службы отдела полиции номер два задержали злоумышленника в лесном массиве и доставили в отдел внутренних дел. При себе мужчина имел нож, который полицейские изъяли в качестве вещественного доказательства. Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за причинение тяжкого вреда здоровью. Ведется следствие. Помните, был такой фильм ужасов? У тебя звонит мобильный телефон, а дальше все как в тумане. К сожалению, иногда обычный звонок мобильника и правда не обещает ничего хорошего. Никакой мистики, просто обычное мошенничество. Об очередном способе нажиться за чужой счет расскажем в следующем сюжете. Мобильный телефон. Это не только удобный гаджет, способ не терять связь с близкими, но и потенциальный источник опасности. Всего один звонок может не только надолго испортить настроение, но и лишит денег. Именно такая история произошла в краевой столице. Сразу нескольким пенсионерам позвонил неизвестный и, представившись родственникам, рассказал, что угодил в аварию. И теперь ему очень нужны деньги, чтобы возместить ущерб пострадавшей стороне. Перепуганные родственники принимали все за чистую монету и доставали кошельки. А через некоторое время к ним домой приезжал неизвестный молодой человек за деньгами. Только созвонившись с домашними, пенсионеры понимали, что стали жертвами аферистов и обращались в полицию. Моей маме позвонили от моего имени. Представившись с мной, сказали, что вчера вечером, возвращаясь из гостей, я попала в аварию. И по моей вине пострадала девушка. Сейчас я нахожусь во второй больнице. От меня сейчас приедет парень по имени Дмитрий. И нужно собрать 100 тысяч рублей и передать эти деньги ему. Она растерялась, испугалась за меня. В таком состоянии даже не подумала о том, что можно мне перезвонить. Собрала эти деньги. Вскоре приехал парень. Представился Дмитрием. Она отдала эти деньги ему и он уехал. Вот только далеко уехать не смог. Полицейские быстро установили личность и местонахождение курьера. Им оказался 18-летний житель Краснодарского края. В Ставрополе полицейские задержали подозреваемого в серии мошенничеств в отношении пенсионеров. От противоправных действий молодого человека пострадали трое жителей Ставрополя. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 600 тысяч рублей. Следственным отделом номер 3 Следственного управления Управления МВД России по городу Ставрополь по данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся дальнейшие необходимые процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности фигуранта и установление других участников. Молодой человек признался в содеянном и рассказал подробности преступной схемы. Полученные суммы он переводил на банковский счет своему куратору, от которого и получал адреса пенсионеров. В качестве вознаграждения за сделку с совестью он оставлял себе 20 процентов. Однако уже в полицейском участке парень раскаялся и даже рассказал, как защититься от ему подобных. Тут, как говорится, и добавить нечего. нарушителей. Один уснул прямо на светофоре, а второй решил перегнать неисправную маршрутку без эвакуатора. Подробнее об этих и других историях расскажет наш дорожный патруль. Подключился к космосу. В полицию Ставрополя поступило сообщение о весьма странном водителе. Прибывшие инспекторы застали гражданина спящим за рулем на светофоре. Парень с трудом говорил и явно потерял связь с реальностью. Придя в себя, нарушитель вспомнил, что уже давно лишен прав. И хотя срок лишения уже истек, удостоверение он так и не вернул. Но в этот раз от освидетельствования парень отказался. За новый бенефис ему светит штраф, обязательные работы и административный арест. Иду по приборам. На выезде из Михайловска полицейские остановили необычную маршрутку. У автобуса было разбито переднее ветровое стекло, в салоне демонтированы сидения, а резина была установлена с разным рисунком протектора на все четыре колеса. Водитель признался, что перегонял автомобиль к месту ремонта после аварии. И его совсем не смущало, что видимость практически нулевая. Впрочем, зная состояние маршрутки, сам факт ДТП не удивляет. Нетрезвый гражданин ехал на скутере по селу Кугульта, совсем не стесняясь других участников движения. Ровно до тех пор, пока не попался не просто одноцельчанам, а сотрудникам отдела по борьбе с коррупцией. Остановив горе байкера, они вызвали коллег в погонах. Никто гражданину не помог. Мало того, инспектор выяснили, что нарушитель уже лишен прав за пьяное вождение. Теперь он стал фигурантом уголовного дела. Будьте внимательны за рулем. А если вам понадобится помощь полицейских, звоните по номеру 02 с городского телефона, 102 с мобильного и 112 вызов всех экстренных служб. С вами была Елена Мирошникова. Берегите себя.